Доброе утро! Коротко о важных событиях наступившего дня расскажу вам я, Людмила Александрова и утренняя информационная бригада нашего канала. Вопрос о ремонте Колмовского моста был поднят на двусторонней встрече губернатора Новгородской области Андрея Никитина и мэра Юрия Бобрышева. Она была посвящена городской инфраструктуре. Сейчас мост – один из самых проблемных объектов. Мэр сообщил о большой потребности муниципалитетов в поддержке со стороны Новгородской области по его капитальному ремонту. Губернатор заявил о том, что регион готов оказать помощь. Кроме того, Андрей Никитин поручил уделить особое внимание дорогам. В ближайшее время должны быть проинспектированы все магистрали, особенно те, по которым имеются гарантийные обязательства. Сегодня заместитель прокурора Новгородского района Артем Алексеев проведет выездной прием граждан. Он пройдет с 10 до 12 часов в администрации Ракомского сельского поселения по адресу Старая Ракома, улица Школьная, дом 17. Прием ведется без предварительной записи. С собой не забудьте захватить паспорт. А в Новгородском управлении ФНС сегодня пройдет горячая телефонная линия. Каков порядок декларирования доходов, полученных физическими лицами в 2017 году? Какие документы необходимо представить для получения налогового вычета и льгот по имущественным налогам? А также какие услуги предоставляются ведомствам в электронном виде? На эти и другие вопросы жители региона, специалисты налоговой службы ответят с 14 до 16 часов по телефонам горячей линии. Накануне в России прошел день сдачи ЕГЭ с родителями. Взрослые могли испытать на себе, каково совсем скоро придется их детям. Участие во всероссийской акции приняли и новгородцы. С собой только паспорт и черная гелевая ручка. Все так, как и на настоящем едином госэкзамене по русскому языку. Перед входом в кабинет всех проверяют полицейские. У каждого свое место за партой. Пересесть нельзя. Написать ЕГЭ решились только 35 человек. На решение сдающим всего полчаса. Чтобы успеть ответить на 7 вопросов, прочитать текст и написать по нему эссе, нужно торопиться. Хотя задание и проще тех, что решают 11-классники. Он адаптирован, специально для родителей составлен. Потому что все-таки мы давно проходили русский язык. Но я еще раз подчеркиваю, что структура теста будет такая же. Среди участников руководитель городского образования Ирина Шанаева, вице-губернатор Ольга Колотилова, депутаты, медики, работники образования и журналисты. Результаты были готовы в этот же день. Здесь, в отличие от настоящего ЕГЭ, главная задача – не набрать наибольшее количество баллов, а познакомиться с процедурой проведения экзамена, но и вспомнить наш великий и могучий. Столица региона вновь принимает финал Кубка России по фигурному катанию. Почти всю эту неделю в Ледовом дворце – праздник спорта и мастерства. В статусных соревнованиях примут участие более ста фигуристов. Все они – кандидаты или мастера спорта. В том числе и серебряные, и бронзовые призеры чемпионатов мира среди юниоров. В программе «Одиночное парное катание. Танцы на льду» традиционно пройдут и мастер-классы. Организаторы приглашают всех любителей фигурного катания в Ледовый дворец. Вход на трибуны свободный. Интересные детали начинают находить ученые, проводящие восстановительные работы в старообрядческой церкви Ильи Пророка на Славне. Археологические изыскания в здании до этого приспособленного под жилой дом начали здесь относительно недавно, в 2016 году. Так, например, обнаружился первоначально оконный проем в стене первого этажа. Это угловое помещение, по последним данным, появилось примерно в 17 веке. Служило своего рода притворой. От него сохранилась только южная стена и та обильно испачкана копотью. Раньше здесь проходил дымоход. В двух окнах были обнаружены чешуйчатые ставни. Предполагается, что их возраст датируется 15 веком. Среди следов первоначальной постройки также найдены закладные кресты. Один из них на западном фасаде. Как мы видим, для него специально выложена арка. То есть это сделано в процессе строительства. Одновременно с возведением с тем был заложен крест. Такие кресты, в общем-то, известны в Новгороде. Это кресты, обычно, какие-то люди закладывали вкладку в память о каких-то событиях, связанных с молитвой, конечно. Работы по восстановлению храма запланированы до конца 2018-го. А увидеть своими глазами все древние артефакты в церкви Ильи Пророка на Славне новгородцы смогут не раньше, чем через два года. На этом у меня все. Далее о погоде. А я с вами прощаюсь и желаю легкого начала дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова